Андрей Андреевич, давайте обсудим сейчас общественное мнение. В России Путин наверняка, для него это стало неприятным сюрпризом, резкое увеличение антивоенных настроений в российском обществе. За мирные переговоры с Украиной выступает 55% россиян. Эта цифра за последние месяцы вдвое увеличилась. Причем это был закрытый опрос, проведенный по заказу Кремля. Ранее такую же статистику проведил единственный независимый в России соццентр Левада. Что будет делать с такими настроениями россиян Путин? Будет под них прогибаться или же дальше всех нагнет очередной мобилизацией? Вот это центральный вопрос мобилизации. Ну, вот этот обвал общественного мнения, настроения, это следствие той бомбы, которую он заложил под всей социальной системой своей власти. Это, конечно, мобилизация. Никто, да, опять же, вчера, я уже основными аргументами в ходе нашей с вами беседы становятся цитаты российских пропагандистов. Ну, проговариваются, проговариваются. Это потоком идет, это уже не проговорки, это основной фон. Вот, знаете, у этого негодяя, конечно, некоторый Ходоковский, руководитель этого, как называется, отпор, центр, я не знаю, вот. Вот, он вчера там рассказывал о том, почему так трудно идут дела. И он, пожалуйста, никто же в России на войну идти не хочет. Ну, конечно, никто не хочет. Но военнообязанных в России 25 миллионов человек. Вот вы удивляетесь с двигом общественного мнения. Вот все эти 25 миллионов сейчас, никто из них не хочет. Потому что все безумцы, имперцы, которые хотели идти, эти всякие моторылы с автопомоек окраинных России, они все уже ушли давно за эти 8 лет. Они все уже похоронены в украинском черноземье. 25 миллионов – это потенциальные недовольные, никто из них не хочет. И все они сужащим ждут следующей мобилизации. Ну, ситуация такая, что с военной точки зрения Путина для продолжения войны, конечно, необходима масштабная мобилизация. Другой аргументации у него на поле боя нет. Кстати, вчерашнее заявление Шольца очень интересное. Ну, оно отражает общее мнение, что Россия никогда уже не сможет никаких успехов достигнуть на поле боя. Но он же должен понимать, что бросив еще там, объявив миллион, вы представляете, насколько возрастут эти протестные настроения в России? Ну, откровенно говоря, самую главную угрозу Путина составляет не настроение не массовое, а настроение в бункере и около бункера. О, интересно. Вы на этой неделе сказали, ни у кого в бункере не осталось сомнений, что эту войну Россия никак не выиграет. Единственный, кто стремится доказать обратное, это, вероятно, сам Путин. Что тогда сейчас может там происходить? Вы можете предположить за спиной у Путина? Ну, я это могу не предположить, я могу об этом судить по тем разговорам, которые ведет здесь пятая колонна путинская в Соединенных Штатах, агентура и так называемые полезные буржуазные идиоты. Ну, тексты примерно. Да, мы понимаем, что война проиграна. Но войдите в наше положение. Представьте себе, что это, в частности, влияет, частично влияет на решения американские. Мы же прогрели, что они как-то осторожничают от последнего решительного броска. То есть все... Еще одно. Вчера, что еще поразительно, в вчерашнем заседании, мы сказали, было постоянное, в разных контекстах, использовалось слово «победа». Вот вступление в НАТО после победы Украины, трибунал, да, после победы Украины. То есть уже победа, она воспринимается как данная, и это уже не обсуждается. Но весь вопрос, когда победа, вот через, как сказал Кадаленов, в кратчайшие сроки, ну, через два недели или через несколько месяцев. Вот здесь еще... А что их сдерживает? Вот сдерживают эти тексты российской агентуры. Мы понимаем, что мы проиграли. Но представьте, если победа Украины будет оглушительной, стремительной, совершенно позорной для России, ну, Путин уйдет, это естественно. Но мы все уйдем. Рухнет вся политическая система. Возникнет, что в России, подобных случаях, вы прекрасно знаете из истории, это русская смута, это гражданская война. Да, у нас вот уже есть две частные армии Кадырова и Пригожина вроде появляется третья, которая какое-то министерство обороны. Вы хотите... Да, Украина восстановит свой директорный царств, но за пределами этой границы останется громадная страна с химическими ядерными производствами, с возмущенным населением. Слушайте, но в таком случае кто-то должен быть в окружении Путина, с кем теоретически мог бы Запад договариваться? То есть кто-то такой за спиной Путина, кто может ввести сейчас двойную игру, как бы вроде бы он с Путинами, в то же время он договаривается о каких-то гарантиях. Вы пишете на наших глазах сценарий второго Штирлица. Кто за спиной? Вы помните целый фильм, который весь, вся страна смотрела, там кто за спиной? Все гадали, или Геббельс, или Гельника, или Борман, или Гиммлер. Вот все эти персонажи есть. А они у нас есть. Или Патрушев, или Ковальчуки, или Нарышкин. Конечно, эти процессы идут. Вот почему? Потому что для Путина-то никаких выходов нет. Он уже назван военным преступником. Вчера трибунал обсуждался. А для других есть выход. Они могут продать Западу. Вот был страшный Путин, которым всем угрожали. А мы от него и вас избавили. А теперь вот войдите в наше положение. Помогите нам удержаться от власти. Уговорить украинцев как-то мягенько нас капитулировать. Вот такая идет игра, понимаете. Идет игра о цене. Уже даже не о цене поражения. Цена поражения переговора начались после уже жестов доброй воли в марте. Они поняли. Сейчас идет вопрос о цене капитуляции. Какова будет капитуляция. Но здесь Украина держала очень твердую. Вот результат вчерашний саммит. Это результат переговоров Салливана 5 ноября в Киеве. И, конечно, он приезжал прощупать почву, повести зондаш. Как вот украина. Но ему был дан очень твердый отпор. Так же, как еще 16 июня тройки европейских лидеров. И Запад понял этот сигнал. И все, и Байден, и Блинкен, и Стоутнер, все они повторяли никаких переговоров. Только, о, есть свежая. У меня свежая новость, которая немножко разрушает эту благостную картину. Пожалуйста. Ну, конечно, Макрон. А, да, конечно. Да, с Джо Байденом. Он пискнул сегодня где-то на какой-то пресс-конференции. Пискнул, что сохраняется еще возможность переговоров. Ну, оппозицию Франции. Ну, хорошо, пусть говорит что угодно. Дает какое-то количество Цезаря, и слава Богу. Ну, что с Францией еще взять? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!